всем привет ребят с вами дарья и сегодня ваша любимая рубрика будем разговаривать про работу данный момент я хотела бы с вами обсудить работу продавца мерчендайзера сегодня мы будем говорить с вами о том чем занимается мерчендайзер что это за человек как им стать и вообще этот человек испытывает чувства на работе какие он испытывает трудности и вообще стоит ли работать мерчендайзером какие плюсы и минусы у данной работы давайте поговорим ребят на данный момент я являюсь продавцом мерчендайзером то есть мерчендайзер это моя дополнительная подработка я уже занимаюсь мерчендайзингом где-то полгода ну может быть чуть больше ввели меня в должность не сразу я проработала два месяца на стажировке мерчендайзером и только потом меня оформили то есть я получаю не полную зарплату мерчендайзера а только частичную ну потому что основные мои задачи это продавать итак чем же занимается мерчендайзер наверное как вы уже знаете это у нас англоязычное слово переводится по моему она как реклама рекламировать что-либо то есть все что мы будем делать мерчендайзинге она направлена на привлечение внимания покупателя как мне кажется благодаря им наши магазины выглядят очень красиво и стильно на них приятно смотреть все будет лежать по полочкам и все будет лежать по порядку и конечно же если вот сейчас так представить вот я захожу в магазин и представляю допустим стеллаж жевачкой я вижу там определенную марку определенный цвет определенный вкус этой жевачки и сразу ценник и мне уже хочется ее купить вот примерно так одна из задач мерчендайзера это наведение порядка в магазине чтобы все лежало по номерам там где оно должно лежать как бы говоря в продуктовых не работала я же работаю на данный момент другой сфере и у меня все немножечко по-другому я работаю сейчас белье у меня есть определенные стандарты по которым я должна работать то есть там белье должно висеть так так то так то в таком то порядке по таким то каким то размер вот примерно вот так это выглядит также мерчендайзер следит за ценниками а если в магазине есть какая-то проблемка то есть прошла переоценка товара скажем так продавец либо мерчендайзер не успел поменять ценник магазин то продавец обязан продать товар по цене которая была предварительно указана на ценнике то есть если цена меньше продавец просто доплачивает ту сумму за покупателя ну это у нас по закону так поэтому мерчендайзер и продавцы обязаны вовремя менять ценники также мерчендайзер он обучает других продавцов мерчендайзинг то есть все кто приходит туда работать помимо своих обязанностей ну мне кажется сейчас везде многозадачность приветствуется мерчендайзер обучает своих коллег и ему тоже за это не доплачивают он должен это делать по своей должностной инструкции также когда приходят какие-либо сотрудники проводят какие-либо ремонтные работы связанные с мерчендайзингом мерчендайзер тоже обязан заполнять документы определенные и нести их своему руководителю у мерчендайзеров также есть свои руководители которым этот самый мерчендайзер отчитывается о своей проделанной работе еще из особенности профессии мерчендайзера хочу отметить что мерчендайзер когда идет определенная акция и когда настает новый месяц мерчендайзер по своим творческим способностям может сам оформлять витрину то есть он думает так то так то сделаю так будет стильнее эти цвета сочетаются между собой будет круто и поэтому в этом плане хорошо работать плане того что ты развиваешь свой вкус твой вкус оценивают другие ты видишь как покупатели реагируют на то что ты сделал и конечно ты доволен собой и ты занимаешься тем что тебе нравится это мы с вами обсудили обязанности мерчендайзера давайте поговорим о том каким человеком нужно быть чтобы работать мерчендайзером как по мне эти люди должны быть ответственны понятное дело что любой работе должна быть ответственность но у мерчендайзера она тоже должна быть потому что в определенный месяц определенный день определенное время мерчендайзер обязан предоставить фотоотчет это у него задача на каждый месяц поэтому он должен быть ответственным также мерчендайзер должен быть внимательным я уже вам говорила про ценники это качество должно быть прям вот у всех потому что из-за этого качества могут просто пострадать другие люди как покупатель будет расстроен так и продавец уйдет в минус трудолюбие мерчендайзер должен быть трудолюбие потому что объем работы у него довольно таки большой так как я работаю в небольшом магазине даже у меня большой объем работы я не представляю как его это работать в крупных гипермаркетах допустим или в каких-то больших магазинов это это же вообще это очень сложно также мерчендайзер нужно обладать творческими способностями потому что это прежде всего стиль это прежде всего вид магазина это лицо магазина то как мерчендайзер оформит магазин на все это будут смотреть покупатели это будет влиять на покупательский спрос и для этого нужно творчество нужно вдохновение нужно чтобы человек горел этим делом чтобы все приносило пользу какую-то это наверное основные качества которыми должен обладать мерчендайзер насчет заработной платы средняя заработная плата мерчендайзера 25-35 тысяч но это насколько я знаю у нас по ростову такая заработная плата работать можно по-разному есть нормированный график есть ненормированный график есть 2233 там 42 552 ну в общем все что угодно какой угодно график есть у мерчендайзера зависимости от того сколько вы часов будете работать какую вы нагрузку для себя возьмете в общем все как вам захочется кого берут мерчендайзерами специальное образование не требуется мне кажется работать меньше мерчендайзером можно научиться самому то есть вам дают определенный материал вы ходите на определенные тренинги с вами общается руководитель по мерчендайзингу и в этом плане вообще все просто ну так же можно и получить образование и пойти уже по своему профилю лично мне нравится работать мерчендайзером это наверное одна из тех областей которые мне нравится действительно потому что мне нравится раскладывать мне нравится чтобы это было красиво мне нравится чтобы это было по порядку да у меня не всегда порядок дома но мне хочется творить красоту дома просто очень много всего что нужно убирать складывать и хочется конечно мне ремонт сделать в идеале поэтому я очень рада что устроилась работать мерчендайзером в общем ребят всем кто не пробовал мерчендайзинг я очень советую вам попробовать данную работу это очень хорошая работа это очень приятная работа это очень динамичная работа и я думаю в любом случае вам понравится так что пробуйте всем пока пока